Беспроигрышное поражение Беспроигрышное поражение Новые повороты на пути к Брекситу Журнал Огонек Номер 42 28 октября 2019 года СТР 22 После всех драматичных событий последней недели Стало ясно, страна идет Ко всеобщим парламентским выборам А у Брексита отсрочка от исполнения Александра Нечкин Лондон Прежде всего надо сказать, что к концу Октября и в Англии, и в остальной Европе Атмосфера резко изменилась У всех такое ощущение Что бесконечное Казалось бы, сага подходит к концу Независимо от того Случится Брексит сейчас или опять Будет отложен, на чуть-чуть Или на несколько месяцев Но сначала вкратце о драматичных событиях Прошлой недели с ее головокружительными Поворотами Чехарда голосований Премьер-министру удалось, наконец Внести в парламент законопроект О Брексите Депутаты проголосовали Сначала за него с хорошим перевесом А потом, буквально через 17 минут Проголосовали Против Борис тогда ударил кулаком По премьерской тумбочке Диспатч Бокс В палате общин и отозвал Биль Поставил на паузу Перед этим поправкой депутата Оливера Литвина его заставили Направить в ЕС письмо С прошением об отсрочке в случае провала Но Джонсон и тут сыграл экстравагантно Направил одно письмо с просьбой об отсрочке Как требовал парламент Другое от себя О том, что отсрочка не нужна По форме правильно А по существу издевательства Как развивается ситуация с Брекситом Как такое может быть? Спокойствие Сейчас попытаемся распутать эту путаницу Во-первых, надо учитывать Что в сентябре парламент устроил переворот И сложилось двоевластие Правительство не может Как обычно Проводить через парламент Свои законодательные предложения Нет большинства Но не только Не может еще и по своему усмотрению Определять повестку Что в каком порядке рассматривать И в применении к последним событиям Получилось вот что Сначала депутаты голосовали За законопроект по Брекситу Во втором чтении Это не окончательное утверждение Потом требуются еще дебаты Поправки Третье чтение И после этого обсуждение В Палате Лордов Главное же в том Что прохождение во втором чтении Открывает законопроект Для обсуждения изменения Через поправки То есть многие решили Что голосовать за это Лучший способ голосовать против Именно поэтому Во втором голосовании Джонсон и потерпел поражение Провалили предложение Правительства Ограничить все обсуждения Тремя днями Чтобы успеть К обещанной Борисом Дате 31 октября Один депутат заметил Мне тут жена напоминает Что мы дольше спорили Какой диван купить в гостиную Шутки шутками Но провести сложный Судьбоносный законопроект В сотню с лишним страниц За 72 часа И это если не спать Не есть Это и правда выглядит Как издевательство Над парламентом Например Маастрихтский договор 1991 грамм О создании Европейского союза Депутаты обсуждали В течение 40 дней Слышны Правда Возражения Ведь обсуждаем Туже 3,5 года Казалось бы Все ясно Можно по-быстрому Договоренность Согласованная Джонсоном С Брюсселем Действительно мало Отличается от той Что была составлена Предыдущим правительством Терезы Мэй Но в ней есть ряд Принципиальных отличий Например Новое решение Головоломки С ирландской границей Предусматривает Создание двух границ Прозрачной посуху Между Республикой Ирландии В составе ЭС и Северной Ирландии В составе Британского Соединенного Королейства И настоящую в море Разделяющим Два острова Получается Что Северная Ирландия Как бы и остается И не остается В Европейском Союзе Для ирландских Юнионистов Сторонников Неделимости Королевства Это практически Предательство Шаг к отсоединению От страны А по другую сторону Пролива Возражают Шотландские Националисты А мы Мы тоже Хотим остаться Шотландия Подавляющим Большинством Голосовала Против Брексита За ЕС И теперь Использует Брексит Чтобы вновь Поставить вопрос О независимости Не считаться нельзя Шотландская Национальная партия Правящая Имеет сильное Большинство В региональном Парламенте И внушительную Фракцию В Вестминстере Кроме того Критику Вызвала Рокировка Нескольких Важных Положений В частности Разделы О защите Прав трудящихся И по экологии Переехали Из обязательной Имеющей силу Закона Договорной части Соглашения С ЕС В политическую Декларацию Об общих Принципах Отношений Не имеющую Обязательной силы Как Борис Джонсон Вел переговоры С ЕС В голосованиях Правительства Ограничили так Что без договоренности С Европой Брексит Теперь и не осуществить Одной из последних Таких мер Была упомянутая Уже поправка Литвина Предложение Заставить премьера Отправить в Брюссель Письмо С просьбой Об отсрочке Если парламент Не успеет Одобрить Сам акт О Брексите Автор поправки Сэр Оливер Литвин Известный Легалист Еще совсем Недавно Однопартиец Бориса Джонсона В сентябре Однако Борис выгнал Его из партии За участие В бунте Против правительства Коллизия Тогда случилась Знаковая 21 депутат Консерватор Проголосовал Вместе с оппозицией За то Чтобы дать парламенту Возможность Нормально обсуждать Брексит Для Литвина Это был бинт Системный Так или иначе Прямо или косвенно Он участвовал В формулировании Почти всех Парламентских актов Последнего времени Каждое Парламентское заседание Это новое испытание Для премьер-министра Бориса Джонсона Фото UK Parliament Другую сторону Не цивильную Представляет Главный стратег При Джонсоне Каминкс Его называют И Распутиным И Макиавелли И серым кардиналом При Джонсоне Не только в кулуарах Публично тоже На демонстрации Против Брексита Неделю назад Например Несли картонного Демоника Каминкса С куклой Марионеткой Джонсоном Ему действительно Приписывают Демоническую Способность Составлять Коварные планы Для кабинета И выдумывать Беспроигрышные Лозунги Для дискредитации Противников И пророгацию И историю С двумя Противоположными Письмами В Брюссель И утечки В прессу С малодостоверными Утверждениями О предательской Деятельности Оппонентов Правительства Включая И Оливера Литвина Это все Записывают На его счет Еще он известен Как крайне грубый Неуживчивый Человек Характер И недавний Скандал Каминкс Прямо на совещании Уволил помощницу Министра финансов Отобрав у нее Телефон И под конвоем Полиции Выставив за дверь Были протесты Но Борис Дал своему Доверенному Огромные полномочия В правительстве Во время Кампании Перед референдумом Каминкс Был директором Главной Брекситовской Организации По утверждениям Именно он Нашел Победный Слаган Лец Вернем себе Контроль Над страной А также Сочинил Брекситовские Страшилки Вымыслы Вроде того Что ЕС готовит Открыть двери В Британию Миллионам турок Или что Национальная служба Здравоохранения Будет получать 350 миллионов фунтов Каждую неделю От брекситовской Экономии История с референдумом Стала уже сюжетом Для телефильма Брексит Негражданская война Брексит Вышел в начале Этого года Тут игра слов Значит еще и Не цивильная Без уважения К правилам Порядочности Главный персонаж Сам Камингс В исполнении Любимого Российскими Зрительницами Бенедикта Камбербэтча Кто кого Переманеврирует Цивильный Литвин Или не цивильный Камингс Это время покажет Но под занавес Разговоры о них Маленькая деталь И у Литвина И у Камингса Русский хвостик Оливер Литвин Внук беженцев Из Российской Империи Которые спасались От еврейских Погромов А Камингс Знает русский язык Работал в России Уже в 1990-х Он страстный Поклонник Достоевского Правда Еще и Бесмарка И древнего Китайского Полководца Философа Суньцы Прогноз на выборы При всем этом Ясно Что страна Идет к выборам Хотя Как Борис Их добьется Еще вопрос Это раньше У премьер-министра Были неограниченные Полномочия Распускать парламент И объявлять Досрочные выборы Когда это было Наиболее выгодно Для правящей партии Несколько лет назад Когда в правительстве Была коалиция Консерваторов И либерал-демократов Закон Изменили Теперь у парламента Фиксированный срок В пять лет И досрочно Выборы Можно проводить Только специальным актом Его же Парламента Поэтому Для проведения Такого акта Джонсону Потребовалось бы Большинство депутатов А его нет В сентябре Борис уже пробовал И предложение Не прошло Что нужно знать О Брексите А складываются Они занятно На настоящий момент Как это не парадоксально Ведущие позиции Среди избирателей Прочно сохраняют Консерваторы Опросы последних двух недель Показывают Что у правящей партии Рейтинг вырос до 32-37% Официальная оппозиция Лейбористы Набирает 22-24% Либерал-демократы Твердо стоящие против Брексита 19-21% У партии Брексита Найджела Фараджа Рейтинг упал до 11% Налицо парадокс Борис Джонсон терпит В парламенте Одно поражение за другим Часть депутатов потерял Часть исключил За противодействие Генеральной линии А в стране Растет популярность Тари Аналитики Объясняют это Так называемым Подскоком Бориса Борис Беранс Который связан В первую очередь С его репутацией Твердого Брекситера Видимо Благодаря этому Тари отбирают Голоса у партии Брексита Но это еще не все Твердая поддержка Консерваторов Связана еще и С их репутацией Настоящей партии власти Такой Которой можно доверить Управлению страной Не опасаясь потрясений Новых налогов Или безответственных трат В отличие от либористов С их программами Социальной помощи И реанационализации Некоторых отраслей экономики Естественных монополий Если опросы Оправдаются на выборах То у Джонсона Будет солидное большинство Трудности либористов Связаны в первую очередь С их половинчатой позицией По Брекситу Они вроде бы и против Но и волю народа Хотят уважать Это путает Потенциальных сторонников А в самой партии Есть и проевропейское крыло И брекситеры Во время голосования На прошлой неделе 19 депутатов либористов Проголосовали за Брекситовский законопроект Джонсона Вопреки призыву Лидера партии Карбина Это показательная деталь Внутрипартийная распри У либористов Почище тех Что у консерваторов И главный раздражитель Сам Джереми Карбин Ситуация внутри партии Судя по многочисленным Утечкам и инсайдам Нездоровая Известна О травле противников Карбина Его воинствующими Сторонниками Еще больше репутации Либористов Вредит попустительство Антисемитским настроением Включая оскорбления И нападки на депутатов Причем в основном женщин Последний громкий аккорд Несколько дней назад О выходе из партии Объявила депутат Луиза Элман Состоявшая в рядах Либористов 55 лет В том числе 22 года Членом парламента В своем заявлении Она прямо обвинила Лидера Что партия стала Небезопасным местом Для евреев Я не могу призывать Голосовать за партию Пока есть риск Что премьер-министром Станет Карбин Отметила она Убедительная победа Либористов На предстоящих выборах Словом Не предвидится Расчет делается На коалиционную комбинацию Вероятность которой Теоретически возможно Если мощный рывок Сделают либерал-демократы У них популярность Возросла благодаря Последовательной Антибрекситовской линии И серьезно укрепят Позиции националисты И со шотландской Национальной партии Они трактуют решение На референдуме О независимости Остаться в составе Великобритании Как решение Остаться в ЕС Им легко подавать Линию Джонсона На Брексит Как предательство Интереса в Шотландии Если все эти нюансы Сработают Может сложиться Ситуация Подвешенного парламента Без определенного Большинства А значит Возникнет и поле Для маневра Аналитики Видят вероятность Коалиции Либористов Со шотландцами По социально-экономическим Позициям Партии Близки И тогда У Карбина Возникает шанс Стать премьером Впрочем Все это Пока сильно Умозрительно По словам Инсайдеров Если разворот К выборам Все же случится Они Скорее всего Должны будут Пройти в конце Ноября Начале декабря Ближе к Рождеству Никто затевать Их не будет Продолжение следует